Добрый день, как играть две игры? Тут вопрос, мы уже две игры сыграли, во-первых, перед этим у нас был соперник, естественно, хочется играть дома одну игру, к сожалению, мы в таких условиях поставлены, что, наверное, преимущество имеют хозяева, потому что вы играете дома, две игры для вас, это какое-то не есть преимущество. Естественно, тяжелее, хотелось бы поиграть при своих болельщиках, ребятах, которые за нас переживают, то же самое люди, но, к сожалению, пока что как есть. Что как готовились, ну, в принципе, сразу после, ну, хотелось бы приехать раньше не получилось у нас, но условия нам создали, потихоньку готовимся. У нас были поставлены условия, мы должны были еще до матча в Черногории, должны были давать ответ. Мы не знали, как состоится игра в Черногории, то есть, и после, как бы нам заранее должен был дать ответ, где мы будем. То, что трудности у нас с логистикой, мы руководство посчитало так, что, наверное, лучше будет, как бы, сыграть, то есть, хотя бы не будет так тяжело нам добираться, сыграть две игры здесь. Когда мы уже прошли Черногорию, мы начали собирать информацию, то есть, хотелось бы, конечно, если бы мы были дома, нам было чуть легче готовиться, потому что это перелет, опять же, в Беларуси не такая жаркая погода, как здесь, мы, когда у нас была утром тренировка, конечно, мы попали в такие условия, как бы, давно у нас в Беларуси не было такой температуры. Ну, и пришлось, наверное, собирать информацию, мои помощники мне помогали, готовились в штатном режиме. Ну, в принципе, понятно, что мы в таких климатических условиях не привыкли играть, хотя у нас был пример в Черногории, тоже температура теплее, чем у нас в Беларуси, но мы построились. Ну, будем стараться, уже игра покажет, наверное, смогут наши футболисты. Во-первых, мы знаем, что сейчас наш соперник, эта команда по меркам чемпионата Израиля очень хорошая. Мы собрали информацию, просмотрели игры, она играла сейчас и выиграла суперкубок, и играла в финал, выиграла, то есть и идет в лидирующих позициях. Наверное, что касается Черногорской команды, наверное, все-таки ее уровень, наверное, был сопоставим с нашим уровнем, то есть не отдать. Я думаю, сейчас, как бы, эта команда, что и касается там и футболистов, и легионеров, и самой инфраструктуры, то, что касается, как бы, и, наверное, общего бюджета команды, то есть это лидирующая команда, наверное, в Израиле сейчас, на данный момент, по крайней мере, то, что мы собрали информацию. Тяжело сказать, от матча двух игр состоит, и я думаю, две игры будут, как бы, мы пока не разделяем на две игры, то есть у нас есть завтрашняя игра, мы отталкиваемся от завтрашней игры, нам надо, как бы, играть завтрашнюю игру. Что уже будет ко второй игре, уже, наверное, будет чуть полегче, потому что мы будем знать более конкретные, сильные, слабые стороны соперника, нам, может быть, будет полегче. Поэту уже ответили, что каждый, когда меняем климат у нас вообще по-другому климат, конечно, тяжело, но сопернику тоже завтра будет тяжело на адаптацию этой, посмотрим завтра. У Омер, что Ахому, в общем, не гам на ковица эрина. Просто Душану полегче, он же сам в Черногории, он, у него температура, он привык тоже там у них, и не этот, не этот, не этот, не к северу, да? Чуть полегче. И мы чуть полегче. В общем, у тебя, Душан, кстати, уже каль на Ахерин? Конечно, спасибо, что сказали, что хорошо играл, я еще не сказал, но, надеюсь, завтра повторю это. Каждую игру стараюсь как можно лучше играть. Просто если он лучше не будет играть, он в следующую игру не будет играть. Но надо всегда играть хорошо. Да, слышал за много команд, которые из Израиля. Больше всего слышал об Макаби Тилаю, Апель Бершева и Апель Хаифа. Много друзья играли в Израиле, что черногорцы, что другие друзья из Сербии. Так что говорили, что уровень чемпионата хороший и как проходит год, каждый год все лучше и лучше.